И это Иоанн, первая глава. Было бы неплохо, если бы вы тоже открыли эти слова, потому что они говорят о Божьем свете. Первая глава, я читаю с 6 по 13 стих. Новый Завет, Евангелие от Иоанна, первая глава, с 6 по 13 стих. И здесь абсолютно ханукальное откровение. «Был человек, посланный от Бога, имя ему Йоханнан. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но он был послан, чтобы свидетельствовать о свете». Очень интересное начало откровения о свете. Здесь говорится, что Йоханнан, величайший из пророков, не был светом. А был, на иврите есть такое слово «тамрур», указатель, дорожный знак. Я думаю, что эти слова очень четко говорят нам, что каждый из нас должен думать о себе, понимать о себе в меру меры. Что каждый из нас – это не ноль с точкой, а некто действенный и важный. Но каждый из нас – он все-таки указатель к Машеху, а не есть свет Божий. И я думаю, важно в эти дни, которые сейчас раскрываются в новых реалиях, осознать и свою ценность, и свою ценность в коллективе, но понимать, что мы, как верующие в Ешуа, должны быть подобно Иоанну, светом, не светом, а знаком, направляющим к истинному свету, и не превозноситься. Писания много говорят о превозношении. Мы знаем, что последние 20 лет примерно развития всяких движений религиозных вдруг высвечивали таких величайших светил, которые потом падали так низко, что просто земля вспахивалась. Мы все только тамрурым, указатели к свету. И если мы понимаем, кто мы, не унижаем себя, знаем, к чему призвал нас Господь, и это часть нас, тогда мы играем свою правильную роль в том, чтобы в новом веке раскрытие Ешуа совершилось в такой силе, что от севера до юга, от запада до востока увидели бы его. И следующие слова говорят так. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал». Знаете, если мы читаем книгу «Бытия», первую главу, то свет был сотворен до сотворения солнца, луны и других светил. И многие называют это «трансцендентный свет Божий», то есть «непознаваемый, выше нашего разумения, исходящий из Творца свет Божий». И данные стихи конкретно говорят, что это машиах, это лицо. Есть много других подобных. «И варех леха, дунай, ва ишмереха, я эра дунай, панавэ леха». Знаете, такие слова. «И осветит тебя лицом своим». Или в послании к евреям образ ипостаси его. Что такое образ ипостаси? Это то, что светит, отражая его внутренность. Это все о машиахе, но это выше нашего разумения, это непонятное, это что-то превыше всего. Но Писание говорит здесь очень четко, что этот свет просвещает всякого человека, приходящего в мир. И если мы как бы смотрим на жизнь, смотрим на Писание, то мне кажется, если вы не согласитесь, нормально, но мне кажется, что свет Божий действует как бы, может быть, и большим количеством путей, но вот, как я вижу, двумя. Один непонятный свет, а другой понятный через людей. И они всегда два действуют. И вот мы видим, как тот же Енох ходил по земле, и Божий свет использовал этого Еноха как триггер, как тамрур, как указатель, но действовал вне зависимости от него, чтобы пробуждать или осуждать, или изменять людей. А Енох говорил свои слова. И потом был такой же Метишалах, Мафусаил. И потом был такой же Ной. И потом Авраам, Ицхак, Ияков, каждый из них. Они не обязательно должны были делать какие-то собрания. В те времена это не было нужно. Сегодня, да, нужно. Поэтому Писание говорит, не оставляй собрания своего. Потому что, когда мы собираемся вместе, то мы говорим какие-то слова истины, равно свет Божий, но параллельно, превыше нашего ума, превыше нашего разумения, действует Его небесный свет, который продолжает делать в нас работу, которую мы не всегда понимаем, иногда раздражая. Иногда заставляя совести нашей заплакать, иногда ожесточая, но всегда шлифуя, чтобы мы все были приготовлены для доброго дела. И в этом вот сакральная, вот эта непонятная суть хануккальной истории света, когда мы говорим слова, но Бог непонятным, превосходным образом действует, чтобы изменять нас, давая надежду, давая победу. И нам нужно только две вещи. Первое – быть открытыми. То есть не быть как Шела, прошу прощения, как Ир или как Анан, упереться рогом и сказать, «Меня это не касается», а быть открытыми. «Боже, говори ко мне, изменяй мое сердце, давай мне настроение воспринимать тебя, чувствовать твой свет и чувствовать изменения. И второе – быть этими указателями к свету». Следующие слова Иоанна говорят, «Пришел к своим, и свои его не приняли, а тем, которые приняли, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились». Эти стихи лишь подчеркивают, что в каждом поколении видимый и невидимый свет по-разному работают. Видимый – когда-то через патриархов, в последние дни – через Ешуа и его учеников. А невидимый – нам просто знать надо, что он, да, действует, чтобы давать нам жизнь и жизнь с избытком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова